Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в Государственном цирке Республики Саха-Якутия. И я решила испытать на себе одну из самых прекрасных, самых добрых профессий. Это артист цирка, в частности, аниматор. Многие из вас, наверное, думают, что это достаточно просто веселить детей. На самом деле это огромнейший труд. И сегодня я постараюсь рассказать вам о том, какие же нюансы есть у этой замечательной профессии. Но для начала, как положено любому артисту, я должна поменять свой образ. Испытано на себе Али-хоп! Кем я только не была в рамках проекта «Испытано на себе», но толстяком мне еще не приходилось быть. Собственно, мне уже достаточно весело и смешно, но, конечно, первым делом нам необходимо найти человека, который окунет нас в мир прекрасного искусства, аниматорского искусства. Ну и, конечно, мы обратились к самой известной, самой популярной, самой любимой, доброй, милой, всеми известной Ириске. Я думаю, многие сейчас детишки у экранов телевизора скажут, я ее знаю, я ее знаю, но давайте, ребята, вместе ее позовем. Готовы? И-ри-с-ка! Громче! Она не слышит! И-ри-с-ка! И-ри-с-ка! Ты что, не понимаешь ее? Нет. Надо? Ну дай, дай, дай. Сначала хлопни, потом дай. Сначала хлопни, потом дай. Вот так она тебе говорит, сделай. Привет, ребята! Привет! Здравствуйте, Витя. А что так тихо? Привет, ребята! Привет! А что так тихо? Не слышно. Привет, ребята! Привет! Здравствуйте! Привет! Чего разорались? Я же не глухая! Вы что думаете, глухомань какая-то? Обратите внимание на то, как она грамотно выводит ребят на эмоции. Понимаете, вот просто пару шуток и уже все работает. Знакомьтесь, Ириска, артист цирка Республики Саха-Якутия и сегодня главная героиня нашего проекта. Ириска, привет! Ну что, давай для начала присядем, а то уж, собственно, с моим весом стоять тяжеловато. Быстро ты набрала! Набрала, набрала. Для эфира, так сказать. Присаживайся сюда, детишки ждут. Собственно, начнем с самого прекрасного. Это аквагрим. Да, аквагрим. Стань-ка сюда. Так, давай, иди сюда. Иди сюда, поближе сиди. Сюда, с этой стороны. Аквагрим – это классное искусство на праздники. Называется Body Art. Самое удивительное, аквагрим – это краска абсолютно на воде, и она безвредна для кожи, нежной, такой нежной, да, для ребенка. А вообще все дети любят аквагрим? Все. На самом деле все любят аквагрим. Ты любишь аквагрим? Кто-то просто делает вид, что не любит, но по итогу они все равно хотят рисоваться. Для этого нужно. И взрослые тоже хотят рисоваться. Судя по тебе, да, ты очень такая яркая со своим гримом. А вообще, Ириска, бывает такое, что детям не нравится то, что ты нарисовала? Или всем все нравится? Ну, конечно, бывает, да, да, конечно, бывает. У всех разные вкусы. Ну, в частности, в основном, всем все нравится. Ну, бывают дети, которые, допустим, хотят полностью, как на картинке. У меня одна девочка заплакала, а она, оказывается, и лицо такое же хотела, как на картинке. А там девочка была, славянка, она говорит, а почему у меня не так? Почему я не славянка? Да, она думала, что она полностью будет, как на картинке. Так, ну, проект у нас называется «Испытан на себе», то есть я должна испытать все то же самое, что испытываешь ты в своей повседневной рутине. Побрызгала обуват. Так, это называется спонжик. Подожди пока. Покажи, какой, вероятнее. Так, давай, я тебе вытащу, наверное, а то тебе сложно с таким объемом даже. Кстати говоря, пока мы будем тут радовать детишек, собственно, и узнаем маленькие секреты нашей Ириски, потому что у нее многолетний опыт, но мало кто знает про нее, откуда она появилась здесь такая у нас звезда, звездочка. Так, для начала давай прогрим. Аквагрим, все, что с тобой, все гипоаллергенно. Все гипоаллергенно. В общем, разновидности существует. Самое главное, да, в аквагриме существуют капкейки. Это вот такие штучки, которым можно рисовать очень быстро и очень суперклассно. Вот это раддука пони и разные такие штучки. Я именно сегодня покажу, как вот можно работать аквагримом быстро, четко, на большом потоке. И это будет выглядеть офигенно, круто, как будто это рисовалось долго, муторно, безысходно. А здесь это будет быстрее. Мы будем рисовать Бэтмена. Это кто? Как тебя зовут, кстати? Матвей. Матвей. Матвей будет Бэтменом. Чуть-чуть вот так лицо сделай, хорошо? Вот, вот, еще немножко. Вот так, Бэтмен, Бэтмен должен сидеть именно так. Немного, немало. Так. Ого, у Бэтмена появилось яркое пятно. Да. Так, я повторяю, да, за тобой? Да, на, держи. Или эти можешь, можешь новый сделать. Давай я новый сделаю. Тебя как зовут? Николата. А ты что, чуть не сказал, Матвей? Имя свое забыла? Собственно, по-моему, они сейчас нас будут смешить, а не мы их. Матвей говорит, ну я, конечно, вижу, что вы одинаковые, но имена-то у вас должны быть разные. Так, Матвей, смотри, ты, Матвей, смотри, Матвей, у брата что на лбу. Вот такая звезда. Она у тебя будет такая же. Так, а рядом сидит помощница, мне кажется, ее можно помощница сделать. Да. Как ты думаешь? Может, она им что-нибудь тоже нарисует? Так, ну-ка, Матвей. Кстати. Ой, не Матвей, а? Она рисует. Правда, аквагрим не рисовала еще, да? Николаша, готовься. Так, что она там сделала? Лан, туфриди, не боишься? Нет. Точно? Так. Ой. Не больно? Как-то ты не рисовала. Ой, шапка упала. Щекотно тебе? Ну, конечно, тебе толстяк делает. Вишь. Не каждый день встретишь такую толстушку, как я, да? Так, мы готовы? Хорошо. Подождите, они чуть-чуть не готовы. У нас тут треугольника нет. Кажется, тут был треугольник. Конечно, вот видите, аквагрим. А ты умеешь хорошо рисовать или для того, чтобы аквагрим делать не надо? Ну, я ходила в художественную школу. Нет, для того, чтобы рисовать аквагрим, надо иметь навыки, да. Да? Да. Ну, если какой-то легкий рисунок, такой как Бэтман, да, допустим, или еще что-нибудь, то окей, можно и без этого. А так все равно навык нужен. Поехали дальше. И, во-первых, чтобы рука, самое главное, чтобы рука стояла четко. О, что, чтобы рука стояла четко? И рисовала линию. Ну, смотрите, господи, тут чего только нет. И слоники, и звездочки, и тюрьмя. Да, кстати, летом я рисую в парке обычно. Да? Вообще, обожаю летнее время рисовать детям в парке. Вообще, люблю рисовать аквагрим. Спайдер-мены. У нас тут, вот он, собственно, Бэтмен. А, смотри, твое, вот оно, розовое пятно у нас есть. Зарево. Здесь еще черное. Сейчас пойдет черное, мы тебе сейчас как-то сделаем. Так, ну что, давай, возьми черное, я тебе намочила вроде. Еще можешь намочить. Рисуем Бэтмена, мы, правда, там-то зарево, а у нас рассвет, да? Ну, закат, рассвет, неважно, главное, чтобы Бэтмен вылетел. Так, ничего страшного. А почему закат на Бэтмен? Смотри на меня, Даша. Бэтмен выходит на разведку. Так, смотри, полоску делаем до. О, а ты тоже учись, мне кажется, ты дома можешь, у тебя брат сестра есть? Да. Вот, на домашних вечерах попробуешь. Так, Матвей, не двигайся, пожалуйста, не смотри на них, смотри только на меня, хорошо? А, и так, смотри, как у твоего брата на щеке появляется черная полоса. Как тебе ощущения, норм? Матвей, не двигайся, пожалуйста. Тут появляется у него такой рог. Оп. Ну, рассказывай, Ириста, давай откроем настоящее, твое имя мне, псевдоним. Корнилова Ирина Леонидовна. Корнилова Ирина Леонидовна, да? Сколько лет ты уже работаешь аниматором? Сюда головку назову. Аниматором или клоуном? Ну, давай начнем аниматором. Ну, где-то, наверное, больше 10 лет. Так сказала, как будто 55 лет. Аж напугала меня. Нет, ну на самом деле, я совсем недавно была в Москве, когда, да, проездом в Калининграде была. И ко мне подошел такой взрослый дядя, ну, мне так показалось. И говорит, Ириска, Ириска, вы были у меня на день рождения. Да что ты говоришь? Он, оказывается, вырос, поступил в МГУ или куда он там поступил. И вот он уже в Москве живет. А я у него несколько, ну, несколько лет прямо делала дни рождения, а он уже так вырос. Я себя тогда ощутила вообще такой старый, я думаю, я, по-моему, вообще старая. Испытано на себе. Хорошо, движемся опять, возвращаемся к твоей биографии. Как ты пришла в цирк? Рассказывай. Я пришла в цирк... Ой, я так часто рассказываю именно об этом. Да. Ну, ладно, все равно расскажу, да. Я пришла в цирк вообще практически нечаянно. Ага. Ага. Я же музыкант по образованию. Сейчас, сейчас сделаю. То есть ты училась музыке, да? Да, и я хотела устроиться сюда, в оркестр. А здесь джаз-бенд и флейту не брали. И я встретила Сашулю первого. Первый это был Сашуля. Он на меня смотрел и сказал, какая ты интересная. Почему ты не хочешь ходить в студию Клоунады? Угу. Угу. И я начала ходить в студию Клоунады. Но сначала... Я сначала очень сильно, как, Вера Геметти? Стеснялась? Нет. Когда он мне сказал, Клоунады, как это Клоунады? Я такая... Ну, это для меня было тогда... Для артиста, да. Типа другого жанра. Типа с джи-воя. Я же музыкант классический, флейта, шуберт, туда-сюда. Оскорбилась? Оскорбилась, да. Я оскорбилась. Я подумала, как это Клоунады? Ага. Ага. Шапка. А потом мне понравилось. Вот такие. Вот такие попала я в цирк. Жарко стало. Которые я люблю и обожаю. Вы посмотрите на неё. Я дала ей шапку. Ей, видать, всё это действие. Уже не особо нравится. Очень жарко стало. Просто шапка падает. Закрывает обзор. У меня... У нас тут есть ещё третий аниматор. Ладно. Возвращаемся к рассказу. Она как раз будет учиться потом аквагримить, да, Эльза? Ну и, собственно, дальше. Ну вот, собственно, так я и попала в цирк. И мы первую репризу поставили. Я, кстати, привела свою подружку сюда. Мы с ней вместе начинали. Потом она, правда, ушла в другую степь. А я вот осталась. И уже в цирке я начала аниматорством заниматься. И так далее. Подтекает, тох-тох-тох. Так было задумано. Не у всех бэтменов нос чистый бывает, понимаешь? Ну, это нормально, да? Подтекло у тебя, подожди. Бэтмена нормально, да? У нас будет два бэтмена, представляешь? Одного ты нередко встретишь, а тут будет два. Такого грима, это так классно украшает праздник, потому что детки так любят примерять на себе всякие маски. Это им так настроение поднимает. Они там могут быть всякими персонажами, не персонажами, животными и так далее. Страшилками, красивыми. Девочки любят очень красивые рисунки там со стразами плюс блёсками. Всегда наши блёски, стразы с собой. Ну, это аквагрим, это классное украшение любого праздника. И в конце уже стоят уже взрослые все стоят. Если у вас время останется, можете нос разрисовать обычно. Конечно, потому что у взрослых этого вообще не было. Им тоже хочется укунуться вот в такой праздник. Да, то есть смотри, вообще залог успешного детского праздника это, что вот самое главное, это программа или всё-таки это зависит от детей больше? Ну, какой ребёнок? Это программа, это аниматоры. Это вот именно вся анимация, всё вот с этим связано. Потому что детки на самом деле, да, они сейчас не едят на праздниках. И некоторые родители, если думают, что будет классный стол, супер, угрожение и так далее, и праздник получится, то это не так. Потому что дети сейчас практически не едят на праздниках. Но им надо шоу, им надо мыльные пузыри, им надо аквагрин. Посмотрись туда, Матвей. Показать тебе? Да. Давай, смотри. То есть ты показываешь им работу? Чё, как ты? Класс? Понравилось? А ты чё улыбаешься? Подожди, у тебя ещё будет лучше. Я же тебя делаю. Да, да, лучше. Лучше будет? Да, как. Давай тебе ещё блёски добавим мерцающие. Нет, почему? У Бэтмена же есть блёски. Он же как бы в ночи мерцает. Эй, нет, да. Ну ладно, ладно, шучу не будем. Ну-ка повернись на меня. Мне кажется, ты вообще супер Бэтмен. Вообще просто офигенно. Сама Дарья тебя рисует. Да, ну-ка давай. Только вот присаживайся сюда, уважаемая. Давай мне шапку, коли уж тебе лицо открыть надо. Подожди, у тебя ещё процесс не окончен. Спасибо, что поддержала. Так, как зовут твою следующую девушку? Ну, девушка сама признается, наверное, да? Как тебя зовут? Как? Эльза. Её зовут как главную принцессу Диснея, да? Ты потерялся? Где он? Вот он. У нас с тобой практически завершён. Вот, сейчас мы будем рисовать. Вот это, а вот это головная. Эльзи очень простую, но очень красивую картинку. Она тоже рисуется кейками. Кейками. Оператор, можете заснять этот процесс. Он интересный. Вот так, кейками рисуется красивая картинка. Раскрывай секрет для родителей. Чем смываем это всё наше? Смываем? Да, чем? Как смывать? Водой. Водой, мылом. Можно мицелляркой, можно и без мицеллярки. Это в том-то и дело, что дальше, что эта краска на воде. Она абсолютно безвредна. Правда, она может, если долго носить, если потеть, бегать, прыгать и так далее, если сильно потеть, то эта краска сама смоется. Эта краска чисто на вечер, на времяпровождение. Эта краска не для чего-то там такого. Стой! Ой! Стой! Не шевелись! У нас тут поворот. Опля! Ещё один поворот. Не шевелись! Поворот! Замри! Опля! Опля! Вот! Оооо! Ты будешь вообще самым настоящим Бэтменом! Осталось только вот это вот сделать, круглюшочек и рожки. О! Ещё один Бэтмен! Вас не различить. Два брата. Акробата. Акробата даже знаете? Что вы? Два брата акробата? Душить не надо, он ещё живой Бэтмен у нас должен быть. Тише, тише, тише. Он смеётся, и у него сейчас краска потечёт. Хорошо. Илья, пожалуйста. Так, стой! Не шевелись! Подожди, у тебя сейчас голова разъедется Бэтмена. Работу клоуна сложно представить, конечно же, без фокусов. Но, конечно, их очень большое количество, да, и риск они расскажут всех секретов? А-а-а, я расскажу один секрет, потому что у меня фокусов много, я не хочу их раскрывать. Давай, прологично. Да, вот такой большой Даши, тем более, да. Всё, заберу, ещё работаю. Всё, ты, да, пойдёшь вот в этом костюме, заберёшь все мои заказы. Но один фокус, я надеюсь, я раскрою его. Матвей, иди сюда, иди, 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 вот так. А вы смотрите внимательно, да? Вы же не малявки, правильно? Нет, я не буду. Ну, малявки? Ну как, так смотрим фокус. Смотрите, это что такое, ребят? Шарик. Шарик, точно? Настоящий, да? Понюхай, полежи. Шучу я, ты чего, ты всё? Так, держи, шарик. Давай, закрывай его хорошенечко, закрывай. Там шарик лежит, да, Матвей? Там шарик лежит? Да, всё честно. А здесь есть шарик? Нет. А, я понимаю. Там есть, там есть. Есть? Пусто? Да. Пусто. Как тебя зовут? Николаша. Как? Николаша. Николаша, смотри, Матвей, иди, смотри. Закрываем, пусто у нас, закрываем. Матвей сейчас будет волшебником. Я его так потерю. Я знаю, что там нету, а там есть. Там сейчас будет... Да нет, совсем не так. Ахалай, махалай, кумилё, сирмала. Всё, он Карри Поттер. Ага, вот у нас здесь пусто. Пусто. Закрываем. У него шарик, Даша, ты чего? Раз, два, три. Дуй сюда, Матвей. Как волшебник. Волшебники не так дуют. Ты не знаешь, да? Да. Вот так дуют волшебники все. Вы чего? Правда? Все волшебники так делают? Молодцы. Смотри. О, опять шарик. Я могу не знаю, Матвей. Смотри внимательно. Вот. Два шарика, да? Пусто, пусто. Шарик, шарик. Закрываем. В руках у меня пусто. Раз, два, три. Матвей, дуй. Не так. Вам молодец, ага. Пусто. Это чудо? Да. Ой, чудо. У Матвея все получилось? Не чудо. Как не чудо? Я все хочу. И еще. Аплодисменты, Матвей. А теперь этот фокус буду делать я. И раскрою вам секрет. Ага. В чем фишка? Так. Даша, это настоящий же фокус. Да. Вообще самое настоящее волшебство, конечно. В чем фишка? Фишка! Мальчики, смотрите, секрет, девочки. Раскрываю, да? Давай. Они видят же. Давай, пусть видят. Ладно, смотрите, раскрываем. Тем более этот фокус действительно многие знают. Из-за этого я его буду раскрывать. Шарик. А все настоящее, а все остальное это настоящее волшебство. Шарик. Здесь есть шарик даже? Пусто, нет. Все проверила. Ага. Но здесь есть вторая крышка. Здесь есть вторая крышка. Есть половина шариков. Вот это вот так вот делаешь. Потом зажимаешь второй рукой и вытаскиваешь так. Вот она, эта деталька секретная. Вот она, секретная деталька. Понятно вам? А теперь, смотрите, я такая крутая шокусница. Да, ну здесь надо уметь щупать вот эти все детальки. Уметь ощущать. Бери шарик риска. Дети, смотрите, шарика нет. А теперь смотрите, что там? Ага, давай. И шарик есть? О, она тоже волшебница. А теперь... А теперь, смотри, шарик есть? У тебя не плохо получается, а? Шарика нет? Пора в цирк, короче. Пора в цирке работать. Вы раскрыли, ребята, для вас самый простой фокус. В следующий раз, когда кто-то сделает это, вы скажете, а я знаю, как это делается. Но на самом деле вначале поверили же? Поверили. Отлично. С фокусами понятно. Ну... Бедный Мадвей, он поверил. Он же поверил. Вот ребенок-то поверил. До сих пор понять не может, как его надурили. А он самый младший. Он самый младший, понятно. Как это, вы же двойняшки. Как он с мамой младшей? Нет, это за меня. Испытано на себе. Это шарики. ШДМ. Шарики моделирования называются. Из них можно делать всякие фигурки. Подождите. Но шарики просто так не надуваются. Шарики надуваются только насосом. Их невозможно надуть губами. Так. Ой, ой. Тихо. Так, ну что, товарищи? Смотрите, у нас есть длинная большая сосиска. Вот. Давайте я пока на подмоге. Ага. Испытай у нас теперь. Давай, давай. Моделирующий шарик. Губами сделать. Ой. Господи. Нет, так. Ну, хорошо. Победите еще этот. Давай, давай. Эмма. Не, подожди, мальчик. Иди сюда пока. Мы же вам будем фигурки делать. Подожди. Я хочу. Я хочу. Мы сейчас. Даша будет. Сколько надо вам? Это мало, Даша. Ой. Это мало. Давай, ладно. Это действительно сложно. С первого раза ни у кого не получается. Солнышко. Солнышко. Так, все, тихо. Я хочу надувать. Ты сейчас шарика? Фух, жарко, жарко. Добавить. Давайте я надую. Нет, не трогай, не трогай, не трогай. Хорошо. Пока ты надуваешь шарики, Ириска, скажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения. Самое сложное в аниматорском искусстве, это что? Тарги. Наверное, самое сложное не терять голову, когда вот, надо что-то баловаться. И вообще любить людей, даже детей, когда они балуются и не слушаются. Это сложно, да? Да. Хорошо. А максимальное количество людей, с кем ты работала, это сколько? Ну, наверное, на арене цирка, да? Сколько там человек бывает? 900. 900. И они все смеются. Да. Как здорово, а? Мальчик, не трогай, пожалуйста. Ты, наверное, молодеешь, да? С каждого раза. Говорят же, смертная. Ну да, я как будто немножко закапсулировалась. Надеюсь, так и будет в возрасте своем. Закапсулировалась наша Ириска, конечно, столько смертей. Тысяча, тысяча. Ладно, выбирай себе цвет. Вот. Не-не-не, тебе розовый сделали, ты же девочка. Я кратый, кратый, там кратый. Ну, давай на желтый. Не-не, подожди, мы вместе будем с тобой делать, мальчиком. Мы мальчиком. Запоминаем лайфхак. Как сделать? У вас всего трое, а я уже ничего не успеваю. Я тебе сделаю собачку розовую. Или зайчика, выбирай. Или цветочек. Подожди, вам обоим мечи будем делать вместе. Так она же большая, пусть сделает сама. Нет, не. Ты сама будешь делать? А как делать? Покажем. Ты за нами будешь повторять, давай. А давай ты за нами повторяй. Кстати, меч тогда будет делать. А вам и сделаем потом, хорошо, мальчики? Все, мастер-класс. Мастер-класс. Делаем мечи. Так как у нас основная часть мальчиков маленьких. Сейчас, подожди. Что делаем? Смотрите, делаем вот такой бублик. Бублик. Вот. Все верно? Все верно? Тебя чуть поменьше. Ага, все. Теперь, смотрите, часть бублика. Вот столечко оставляем. Угу. Да. И берем и скручиваем ее. Она лопнет, да? Так, пока не трогай. А куда делать эту фобию? Что она лопнет? Мамочки! Не-не, она не лопнет, если лопнет, то все страшно. И получается, вот здесь такой бублик. Ага, но ты не оставила вот эту, смотри. Носик, носик надо оставить. Да, я же тебе пока одевала. Давай. Давай, раз... Вот, да, вот в этой стороне, в этой стучке. Смотри. Вот здесь возьми вот так, двумя руками. Смотри. Двумя с разной стороны. То есть одну вот так, одну вот так. Я не удаляю, лопнет. Не удаляю, лопнет. Вот. Ага, и давай. Молодец. Давай, 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 не бойся. Крути, не бойся. Еще, еще, еще. Давай, давай. Молодец. Все. Мы сделали практически все самое главное уже. Сделаем украшение нашего меча. Кто, кстати, будет темная сторона, а кто будет светлая из вас? Я хочу красную. Подожди. Смотри. Все вам уже делают. Так. Вот такое украшение. Делаем маленькую бусинку. Бусинку сделали. Еще одну маленькую бусинку. Когда мы делаем вот эти бусинки, мы не разлепляем руки, не убираем от шариков. Бусинки какие-то. Тихо, тихо. Дальше. И еще одну бусинку. Почему она у меня раскручивается? Потому что ты рассоединяешь руки. Так делаем и тут же держим. Вообще не убираем. Ой, молодец. Классно. Давай. Ну, кое-что получилось, Даша. Ничего страшного. Потому что вот-вот он. Теперь берем вот эту часть. Все, что я застал. Берем вот эту часть и протыкаем вот этот бублик. Протыкаем этот бублик. Распрямляем. И получается крутой меч. Просовываем эту часть. Да, да, да. Вот, у Даши классно получилось. А дальше куда? Кто бы мог подумать, что простая задача сделать меч из вот этих шариков, окажется для меня, для взрослой тетеньки, непонятно. Что-то странное происходит. Я не понимаю, что происходит. Ну, ладно, сейчас сделаем. Зайчика хотела? Сейчас сделаю зайчик. От моего меча не осталось небусь, псинок. Как их фиксировать-то? А, у тебя не получилось, что ли? У тебя же все получалось до этого. Пока получилось, оно все распустилось. Сейчас, подожди, я сделаю зайчика, потому что она зайчика хочет. И помогу тебе, хорошо? Сколько примерно фигур ты знаешь, которые можно сделать? Собака, жираф, зайчик, там всякий лебедь. А кошку можно делать? Кошку. На, держи, зайчик, вот такой у нас получился. Держи. Вот, все получилось же, Даша, у тебя. Все, ты молодец. Ты справилась, такой классный меч получился. Держи. Вот здесь твоя рукоятка с бусинками. Ну и вперед в бой с братом. Я тоже. Пошла драка. О, Господи. Дети, осторожно, не убейте друг друга. Догоняй его. О, Господи. Испытано на себе. Тебя, 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 хорошо? Ага, сначала. Кого мы хотели первого? Тебя хотели? Давай, иди сюда. Дай, и встань в серединку. В серединку встань. А тут есть какие-то секреты, Ириска? Здесь никаких секретов нету. Здесь есть секретный раствор. Я его покупаю. Это все по интернету есть. У меня была формула до этого, которая сама ее химичила, там из глицерина и многих-многих-многих, которые в Акпеке покупаются. Но на самом деле не очень хороший раствор. Из этого я выбрала просто покупать порошок. Это легче, удобнее. Ну, полетишь в космос, да? Матвей? Да. Возьми вот так. Не так. Ты будешь капитан Америка или кто там? Нет, это... А ты иди-ка, пожалуйста. Так, а брату буду делать и я. Не, я не лопал. Ты не лопал? Давай, вставай. Давай я. Ну, собственно, тут, как говорится, тут много ума не надо. Вот так побултыхал. Нет, в том-то и дело, что не надо, наоборот, бултыхать. Бултыхал такая довольная. Бултыхать нельзя, потому что пузыри не любят пены. Когда ты бултыхаешь, ты делаешь пену. Надо наоборот, всегда опустить и всё. Давай. Чем меньше бултыхания, тем больше пузырей. Давай. Давай, раз, два, три готов? Да. Ой. Ну, Даш, должно получиться. Давай. А-а-а! Получилось! Эльза? Эльза, давай теперь. Так, Эльза, ты высокая. Я надеюсь, что наш пузырь долетит. Долетит, долетит. Долетит? Так, Эльза. Давай, Эльза. Только руку не поднимай, точно не долетит с твоей рукой. В твоего раз так достаточно. Не шевелись, не шевелись. Оп! Ай! Ты немножко вот, смотри. Ты немножко глазомером смотри, чтобы он вот так не заходил, да? А-а-а! Оп! Оп! Вот так. Такая серьезная-то стоит. Ну, давай еще раз. Короче, здесь надо прям математический глазомер. А вот это все. Вот видите, вы представляете, у меня не хватает просто вот координации дотащить этот пузырь до верха, потому что я что-то задеваю. Наверное, тебе костюм мешает. О-о-о-о! Почти! Бедный ребенок, скажи, я с тобой никогда в капсулу не попаду. Давайте еще раз попробуем, да? А вы переживаете, нет хотя бы? Нет. Нет. Оп! Да ты посмотри, я не могу. А еще же надо как-то вот так делать. Да? Да, можно, можно. Скажи, ты хотя бы до верха доведи, да? Ну-ка давай, покажи-ка, как правильно надо сделать так, чтобы вот у нее такая сосиска ушла туда. Сосиска. Посмотрим. Раствор, раствор, этот раствор, он свежий, может не получиться с первого раза. Раствор должен быть там еще свежий. День работы аниматора. Ну это на самом деле действительно... Опа! Ой, теперь здесь не получилось. Так, давайте еще раз. Ой, а что такое? А что такое? И поговорили дало. Вышло? Прошло 15 минут. 15 минут мы собирали этих великолепных детей в одно место. А их всего три. То есть бегают эти бэтмены с мечами. Эльза почему-то где-то у нас ползала, ходила. Их собрать, чтобы их собрать в одно место, потребовалось минут 15. Ну, собственно, мы здесь. Вот видите, посмотрите, что с ними происходит. Они меня вообще не слушают. Я не понимаю, как можно быть аниматором, и чтобы тебя слышали дети. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. А сейчас Ириска уже готова нам показать еще один вид аниматорского искусства, и это ленточное шоу. Понятия не имею, что это такое, но думаю, что что-то связанное с лентами. Ириска, погнали. Иди сюда, Даша. Да, иду. У нас сейчас будет шоу. Ты не знаешь, что это такое, оказывается? Нет, вообще без понятия. Мой ребенок вырос 12 лет назад. А, да? Ну тогда... Нормальная, нет? Чуть сердце не остановилось. Смешно ей. А это называется ведра-дух. Спасибо. Коже, что сердце заболела. Что за аниматор такой, который... Ну не знаю, мне смешно. На этом передача окончена, видимо. Все, иди, Даша. Я больше отделать не буду. Нет, 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 нет. Так, подожди. Детям нравится. Да? Да, держи вот так. Ты хотя бы предупреждала. Теперь это ты сама будешь делать. Предупреждала бы? Ну, кто первый? Давай. Давай. А-а-а! О, Коша! Что это было? Ленточное шоу. А-а-а! Поехали. Не знаешь, Дарс? Нет, не знаю. Это все песни! А-а-а! Господи! Давай еще! Что? Что за сумасшествие? Давай еще немножечко. Этот агрегат мне нравится очень. Поехали! А-а-а! Дадим Зару. И-а-а! А-а-а! Ой, мамочки! Вот это ярко! Это супер бесительное шоу! Очень бесительное шоу! В котором можно просто... А-а-а! От души! Давай, Лиза, держи в своих руках. Я в тебя дую. Готова? Давай! Опускай! Давай! Ой, мамочки! Поехали! А-а-а! 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 Начинается беспредел! Внимание! А-а-а! Вопрос! Как потом все это собирать? Собираем всегда с детьми! Говорим! Дети, надо сюда собрать много-много ленточек и тогда игра, кто больше соберет ленточек. Собираем вот сюда! Пожалуйста! Пожалуйста! Простите, извините, дети. Давай, давай. Ой, простите, извините. А-а-ой! Все в одну сторону. В одну сторону. В одну сторону. А-а-а! В одну сторону. А-а-а! Иногда припахиваю родителей, конечно же. Испытано на себе. Ну что, дорогие друзья, аниматорский час подходит к концу, я устала. Устала от детей, устала от неё, устала от себя, устала от всего происходящего. А у них ещё столько энергии. Вот как с ними справляться, это, конечно, определённый секрет, правильно? Да. Да, секрет, которым владеют только суперталантливые люди. Это такие люди, которые работают в цирке, да, в цирке, которые работают с детьми. И этим нужно реально обладать в совершенстве, а иначе работать не получится. Ирина? Конечно, надо любить детей, любить свою профессию, обожать смеяться и смешить людей, и прикалываться немножко. Вот так, и в душе будет ребёнком. Ну, посмотрите, она всё время смеётся, как она может смеяться? Ты можешь смеяться просто так всегда? Я же ещё йогу смеха преподаю. Давай, ну-ка, поехали. Что? Ну смейся! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ты знаешь, Даша, что дофамин и серотонин и эндорфин вырабатываются нашим мозгом даже при искусственном смехе? Из-за этого йога смеха – это вот такая штука. Обязательно смейтесь, приходите на тренинги и так далее. И смейтесь, смейтесь чаще. Потому что дофамин, серотонин и эндорфин вырабатываются даже при искусственном смехе. Нажимая кнопочку смеха, поехали. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Вот, да, такой, замечательной нотик. Мы завершаем наш эфир. Хотите праздник в доме, хотите небольшое сумасшествие – зовите Ириску, и все у вас получится. Ребенок думает, что происходит с нашей Ириской. На этом у нас все увидимся. Искрыт она на себе.